Небольшой бизнес это поставка шлопосаблений для крепления груза, МС-транспортные грузовые системы. С той стороны тент и вадочные ангары Байконур. Вот это вот ангары, мы их сами производим, сами разработали. Если это металлические ангары, то это тентовые ангары. АМС-энерго это поставка энергетического оборудования. Мы сдаем в аренду энергетических и дизельных установок. На сегодняшний день, наверное, являемся одним из лидеров этого рынка по сдаче в аренду дизельных и дизельных установок. Значит, АМС-металлоконструкция, производство металлических конструкций, это у нас свой металлоконструкция, небольшой, 500 квадратов, на котором мы многое производим. АМС-финанс, это одно из последних предприятий, последние два года. Это совместная компания с компанией Датакрата. И это о чем? Парень Датакрата писал очень интересный продукт по управлению финансами. Это программа «Гоноподубление и очки». И мы создали совместное предприятие, это финансовый консалтинг. То есть здесь консультанты, они приходят на предприятие, изучают, что там происходит. И в конечном итоге устанавливают финансовый продукт на предприятии. И предприятие начинает работать. Это Винесская, это учетная система. А С-финансы, это система для управления финансами. Она дополняет. То есть они как раз работают вместе. Каждая заполняет каждую свою часть. Я? Нет. Я? 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 Вот это за 15 лет многие из этих бизнесов. И вот это уже потихонечку перехожу к сути того, что мы здесь происходим. Все эти бизнесы начинались с нуля. То есть это была одна копеечка. Пил 1 рубль, купил яблоко, помыл, продал 2 рубля. На 2 рубля купил 2 яблока, помыл, продал 4 рубля. То есть без инвестиций, без инвесторов в каждом из этих бизнесов потихонечку, потихонечку, в курочка, по зернушку, в 15 лет. И вот это то, что на сегодняшний день есть. Почему это будет важно, ну, я скажу, почему это будет важно. Ну, вот я сейчас немножко представился, рассказал о себе. Мне очень интересно почувствовать, понять вас, с каким запросом вы сейчас пришли. Понятно, что это поток клиентов через интернет. Тема достаточно большая, тема большая. И вам точно интересен какой-то акцент в этой теме. И можно я вас попрошу представиться, сказать свое имя. Если есть проект, сказать проект, с которым вы сегодня пришли, название его. И сказать вот этот вот акцент, который вы бы хотели сегодня услышать и для себя решить на вот этой теме. Вот это ваше ожидание, с чем вы сейчас сюда пришли. Меня зовут Переси, я занимаюсь предложением этого гоноскайта. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Здравствуйте, я Семен, я представляю 13-й лице поселка Московская, и мы разрабатываем проект «Антикафе», то есть такое заведение, где молодёжь может провести свободное время своё, попить чай, отдохнуть, бегать в различные игры, сделать домашние задания и так далее. Возрастное ограничение у нас там не будет стоять, то есть у нас в основном очень много молодёжи, и все они не могут найти себе места, где им быть. Найти места они себе не могут, и мы собрались, и от нашего лицея, получается, доставляем такой проект, и разрабатываем уже в силе, скоро будет уже действовать. Спасибо. Здравствуйте. Мы оформляем мероприятия, цитами, шариками, просто. Интереснее просто интернет-нагазин, как сделать интернет-цайт, чтобы привлечь клиент. Понятно. Ты молча. Я вам что скажу. Она живёт. Я дома зову. Меня зовут Люла. Значит, у меня очень бизнес онлайн, у меня только консультации клиентов, которые далеко, я поскольку консультирую. И я давно смотрю в сторону интернет-бизнеса. Представляю, что интернет-нагазин есть. И мы подошли к вопросу, чтобы выкладывать продукты, вебинары проводить, получающие мышление. И мы, по-моему, речи, вот эти комплекты уже искать, предложить тоже можно через интернет. Понятно, что ассортимент для возможности вложения не расставлено. Поэтому мне интересно именно целевая аудитория, во-первых. Во-вторых, какие-то приёмы не затратны. Не затратны ни по времени, ни по усилиям, ни по деньгам. Как чё-нибудь бесплатно, но с высокой эффективностью. Всем здравствуйте, меня зовут Ксения. Я пришла сюда с идеей проекта. Это школа рукоделия для взрослых в Новосибирске. Но какое-то общее видение есть. Почему пошла именно на этот мастер-класс? Потому что, в принципе, есть и сознание, какой должен быть сайт. Есть вопросы, получается, как задерживать на нём клиентов. Как сделать так, чтобы он был более полезным. И так, чтобы он приносил прибыль. Здравствуйте, меня зовут Елена. Я представляю интернет-магазин «Едорадо». Это доставка натуральных деревянских продуктов. Еда, в принципе, интересует всех. Единственное, что у нас ограничения, наверное, на уровне дохода. Интересуют людей, конечно, среднего уровня. Думаю, сразу бы через интернет-магазин можно больше переключить. Здравствуйте. Я тоже из лицея на местах поселка Хосновска и тоже представляю проект «Антикомбайн». Всем здравствуйте, меня зовут Алина. Я также из лицея и представляю тоже проект. Меня зовут Александр, я представляю действующих сервис веб-топринт через интернет, создание другой продукции полиграфии. От визитки до баня. Сервис достаточно молодой, мы запустили две недели. Интересно, как завести этот клиент? Здравствуйте, меня зовут Олег. Я представляю проект «Мастерское общение», это тренинги общения для подростков. Вы со мной знакомы. Буквально недавно, месяца два назад, как раз заинтересовал Наталья Одикова, администрата сети ВКонтакте, фейсбук, одноклассники. Как раз сегодня, когда Денис объявил тематику своего мастер-класса, это очень схлопнулось с этой идеей привлекать дополнительных клиентов через интернет. Потому что за интернетом будущее, действительно. И очень хочу получить информацию, действительно, на эту тему буду рад. Здравствуйте, меня зовут Алина. Задача такая же стоит создать сайт и понять, как оптимизировать его работу. Здравствуйте, меня зовут Наталья. Я продвигаю абонентский сервис. Я помогаю людям получать круглосуточные юридические консультации, тогда, когда это необходимо. Здесь и сейчас, путём звонков. Меня интересует эта тема в плане привлечения клиентов членов-класса. Хорошо, спасибо. Ну что ж. У нас совсем немного времени. Заявленная тема. На ней недостаточно ни день, ни два, ни три, ни неделю. И учиться этому можно вечно. Но что-то я проговорю, и я надеюсь, я сейчас услышал общий посыл у всех. Я постараюсь выбрать ту информацию, которая будет средним. Ну, большинству полезна. И моя задачка, ну как бы я бы очень хотел, чтобы каждый из вас вышел отсюда, когда закончится полтора часа, с ответами на те вопросы, которые вы сейчас проговорили. с каким-то внутренним большим пониманием относительно вот этого вопроса. В этом смысле я буду стараться меньше говорить сам. То есть, пожалуйста, если возникает вопрос прямо сразу, ну, вдруг можно говорить так, можно поднимать руку, спрашивать. Я бы очень хотел, чтобы у нас была больше интерактивная беседа, больше беседы. Но, с другой стороны, мы не будем уклоняться в беседу. То есть, как-то будем следовать общему движению разговора. Хорошо? Договорились? Договорились. Ну, смотрите, перед тем, как я перейду, вот здесь вот это начало презентации про вот эту систему. И вот здесь вот написаны вот такие вот слова. Работа как пространство для самолизации человека. Я хотел бы сказать, что вот моим, не боюсь, слово сказать, смыслом жизни является создание такой системы или таких взаимоотношений, нахождение таких взаимодействий, которые позволят каждому человеку двигаться по пути своей самореализации на работе. То есть, через свой бизнес. В этом смысле для меня особенно важно, мы сейчас будем говорить про бизнес, конечно, про бизнес-инструменты, но тот взгляд, на который я смотрю, через что я на него смотрю, я понимаю, что самое ценное в жизни – это движение к своим жизненным целям через свою самореализацию. То есть, если, я предъявлюсь такого взгляда, если вы имеете идею, которая приносит мало денег, но она вас зажигает, и вам там драйвово, то с моей точки зрения это… Нужно развивать. Вот ее нужно развивать, а не, если вы имеете другую идею, где больше денег, ну и вы думаете, а сейчас я там бабок на колошмате. Да, мне интересно. Но там вас не интересно, там туда ради денег. В этом смысле это дает некоторый акцент на то, что здесь будет сейчас происходить, и на то, что я буду давать. То есть, под этим взглядом я буду давать. И смотрите, я понимаю, вот за все мои 15 лет, моего предпринимательства, управления компаниями, бизнесами, я понял одну простую вещь, что если у человека лучше двигаться тем путем, который идет сам человек, ну не существует знания извне, вот в этом смысле я хотел сказать. То, что бы я сегодня не сказал, это мой опыт определенный, это то, что мне легло. Поэтому я просто буду делиться своим опытом, знанием, своим пониманием и предлагаю вам это знание, которое вы можете взять, можете не взять, оно вам может быть нужно, оно вам может быть не нужно. То есть, для меня самый ценный ваш собственный путь. Тот путь, которым вы сейчас идете по жизни. Что-то находите, что-то исследуете, что-то вас включает, что-то до любого. Вы уходите туда, больше изучаете. То есть, у вас есть свой жизненный путь. И вот этот жизненный путь для меня, так как я двигаюсь таким же образом, то есть, для меня это важно. Важен ваш собственный путь. Ну что же, это общий взгляд. Это такой некоторый общий взгляд. И теперь, собственно говоря, про сам поток. Я думаю, вы согласитесь со мной, что произошло очень важное за последние два, три, пять, десять лет, по нарастающей, произошло очень важное изменение в бизнесе. Спрос сместился в интернет. Люди ищут удовлетворение своих потребностей через интернет. И с каждым годом это все больше, больше, больше и больше. Если раньше вы не застали, 15 лет тому назад самая модная была газета реклама. Или она еще называлась коммерческие предложения. То есть, вот такая толщина была газета. Ну, вот такая. То есть, все давали ее туда. И интернета, не было сайтов вообще практически. И это на моих глазах так или иначе оказалось. Сейчас потребность, все люди ищут через интернет. То есть, потребность точно в интернете. Это первое существенное изменение, которое для меня это уже ого-го. Для вас это очень непонятно, что это же естественно. Ну, потому что вы другое поколение, уже другое поколение, которое живет в интернете. И у меня сын, ему 11 лет. Я у него какие-то вещи спрашиваю. Папа, ну что ты? Это же вот так вот. Ну, то есть, в интернете там что-то показывали. И так далее. Это важно. То есть, люди там. Люди там сидят. Люди там находятся. И о чем мы сейчас будем говорить? Мы будем сейчас говорить, если люди там, если спрос там, то как туда? Если вот это пространство интернета. И если здесь люди, их много-много-много-много-много-много. И туда заходят ВКонтакте, Фейсбук, Блазер. Поисковики это первое. Ну, то есть, понятно, поисковики. Поисковики это Яндекс, прежде всего. Google. Ну и другие, как бы, меньше. То есть, люди ищут через поисковики. Люди там. Вопрос, который мы с вами сейчас хотим поймать. Что нам надо сделать для того, чтобы во всем этом пространстве людей, которые живут где-то и находятся в какой-то момент заходят в интернет, чтобы они узнали о нас и обратились к нам. То есть, поток заинтересованных клиентов это о чем? Это о том, что такое заинтересованный клиент. Заинтересованный клиент это клиент, который вам позвонил. Либо вам позвонил, либо вам сказал, смотрите, мне что-то интересное из того, что вы предлагаете. И вот мои координаты. Координаты это почтовый адрес, либо мой телефон. Это не факт, что он купит. Это вот не тема нашего сейчас обсуждения. То есть, момент продажи, когда у вас есть клиент, он обратился к вам. Превращение его в продажу. Сейчас мы про это не говорим. Мы сейчас говорим вот он. Мы сейчас говорим про что? Вот он интернет. Миллиарды, наверное, людей там сидят. И для нас вопрос. Что нам надо сделать так, чтобы человек, зашедший с потребностью подстричься, или что-то найти, чтобы он нас каким-то образом нашел, и после того, как нашел, дал нам знать. Смотри, я здесь, и у меня есть эта потребность. Поэтому бизнес, по большому счету, выглядит очень просто. Бизнес – это поток заинтересованных клиентов, поток заинтересованных клиентов, который направляется на продажу, или назовем это контракт, там, где вы с ним общаетесь, и выполнение ваших обязательств. Выполнение обязательств. Обязательств, которые вы ему выполнете. Вот это все, что я себе представляю бизнес. Да. Все, что я сегодня буду говорить – это технология БМ, бизнес-молодость. Я ее достаточным образом прошел. И скажу так, я, так как предприниматель, свои бизнесы, понятно, что много чего прилетает, я разные вещи встречал, смотрел, читал, собирал. Но когда я встретился с бизнес-молодостью, я понял, что все упаковано четко, ясно, пошагово, эта технология есть, эта технология работает. Сейчас я буду пересказывать. Давно проходили обучение БМ или последние годы? Два-три месяца там надо. Примерно. Прошел коучинг и прошел интенсив. Помогло? Да. Все, что я сейчас делаю, я использую эту технологию. И по большому счету то, что я сейчас буду говорить – это небольшой пересказ, сутьевой пересказ, через мое понимание оснаследования, через то, что я вижу, понимаю в этой жизни. То есть теперь пересказ какова. Итак, для многих тогда вещи будут понятными, то, что я сейчас буду говорить. Итак, стрелочка, кружочек и квадратик. Мы сейчас говорим про поток заинтересованных клиентов, но сейчас говорим про вот это. Есть вопросы? Пока нет. Все ли понятно? Да. Все понятно? Теперь смотрите, через что человек в принципе может к нам обратиться? Какие есть инструменты на сегодняшний день в интернете? Контекстная реклама, баняная реклама, социальные сети, баняная реклама, контекст, рассылка, партнерские программы. Из всего этого большого многообразия не существует достаточно уникального, универсального инструмента, который подходит вообще всем и всегда. То есть панацеи в жизни вообще не существует. Тот или иной инструмент. В большей степени подходит в той или иной ситуации. Но тот инструмент, который я сейчас могу рассказывать, это лендинг. Что такое лендинг? Уживление средств. Достаточно страницы. Или целевая страница. Или страница, у которой есть всего лишь одна цель. Получить контактный данный клиент. Да. То есть смотрите, если заинтересованные люди заходят в пространство интернета, то каким образом сделать так, чтобы они сказали нам, где они есть, то есть дали нам свой контакт? Самая продуктивная штука, и я опускаю, почему она продуктивная и зачем и как это работает, эта штука называется лендинг. Лендинг это что такое? Это одностраничный сайт, то есть одна страница, на котором есть только два выхода с этой страницы. Первый выход это сделать целевое действие, то что мы от него хотим, а хотим мы от него, чтобы он оставил свой контакт. Либо покинул этот сайт, то есть ушел снова. Всего мы опускаем два действия. Сразу скажу, что большие многостраничные сайты, на которые заходишь, куча предложений, и там, и там, и там, куча кнопок, заходишь и ты на них теряешься. То есть может быть для чего-то и хороши, но вот мы сейчас говорим о том, что они плохи, и вещь, которая работает, это лендинг, это одностраничный сайт, на котором есть одна кнопка, на которую человек либо нажимает, и таким образом сообщает нам свои данные, либо не нажимает, покидает сайт. Что еще дальше? Как должен выглядеть этот сайт? На этом сайте что должно быть? На этом сайте должен быть дескриптор, на этом сайте должен быть телефон, на этом сайте должен быть оффер, на этом сайте должен быть захват, на нем должно быть фотография, фото, то есть кнопка, и дальше формирование доверия. Доверие. То есть то, что уже кто-то пользовался, кто-то пользовался, это доверие, то есть отзывы обязательно, то есть произведенные ваши продукции. Гарантия качества, ну да, гарантия качества и отзывы. Давайте остановимся. Вот у меня появился явный оппонент, то есть мой партнер, помогающий. То есть смотрите, о чем идет речь? Можно сейчас говорить о том, как правильно, неправильно, что-то учить, но сейчас… Не скажешь, что такое дискрипт? Да, я сейчас перейду к этому. То есть я сейчас даю, это не я придумал, это придумали ребята из Молос, и даже не они придумали. Это вообще в принципе общий тренд, который называется инфобизнес, он в какой-то момент начался, потом инструменты нарастали, нарастали, есть там Андрей Парабеллум, есть много-много-много-много-много-много, то есть есть в принципе технология работы, захвата направления потока из интернета. Она большая, ей куча, там четко, ясно, пошагово и так далее. Я сейчас даю как бы верхнюю часть средств, у нас всего полтора часа, суть всего этого. И почему это работает? Потому что… Почему это работает? Потому что практика на сегодняшний день показывает, что конверсия, то есть соотношение, количество звонков наибольшее, если делать так. Вот тут вы можете принять это на веру, или не принять это на веру, ну короче говоря, вот это так на сегодняшний день. Завтра может быть, или через месяц, через год всю другую другую технологию. Но эта технология лендинга посадочной страницы выведена таким образом. Сейчас я поясню, что это такое. Дескриптор. Это четкое, ясное описание вашего бизнеса. Дескриптор дает человеку понимание, что он попал туда, в чего он искал. Дескриптор располагается в левом верхнем углу и отвечает на три вопроса. Чем вы занимаетесь? Дает понимание человеку, зашедшему, ответом при вопросах. Чем занимаетесь? Кто клиент? И в каком регионе? Почему? Потому что когда обратитесь сами к себе, я думаю, вы много были в интернете, иногда что-то ищешь, заходишь, большая страница, много текста, и первое, что вы хотите понять, вы хотите понять, что он попал туда, куда нужно, тогда он понимает, ага, у него включается внимание. Его внимание включается. О, я там где нужно. Пример дескриптора. Промышленная вентиляция под ключ по Сибири и Дальний Восток. Понятно о чём? Понятно кто клиент? Понятно кто клиент? Промышленная вентиляция под ключ по Сибири и Дальний Восток. Промышленные предприятия? Промышленные? То есть, если у меня промышленные предприятия, если я ищу вентиляцию, И если я хочу ее поставить, то прочитав вот это, и если я еще в Сибири, я точно понимаю, вау, это то, что я искал. Логично? То есть, смотрите, дискриптор – это очень точное, ясное, короткое сообщение человеку, который зашел на ваш сайт, о том, что он попал туда, куда нужно то, что он искал. Соответственно, какую ошибку делают чаще всего молодые предприниматели, молодые стартаперы? Так как область стартапа, особенно первого, второго, находится в области ваших ценностей внутренних, то вам хочется выразить это наиболее полно и прям поделиться с миром, и это очень хорошо, той ценностью, которую вы сейчас несете. И это здорово. Но важно здесь, переработав, оставшись внутри своей ценности, вот этого чувства того, что вы несете миру, сформировать очень простое, ясное предложение, которое всем остальным скажет просто, чем вы занимаетесь. И здесь важно каждое слово и каждая буква в этом предпринимательстве. У меня получилось донести и суть дискриптора, и важность его, и зачем это нужно, и каким образом это нужно. Кто прямо сейчас хочет свой дискриптор проговорить? У кого? Бизнесы? Еще раз. А у нас тут продукты. Интернет-магазин деревенских продуктов. Нет, просто начать. Деревенские продукты. Нет, ну, должно быть понятно, что и доставка была. Или доставка на краю продуктов. Деревенские продукты с доставкой по Новосибирску? Ну, доставка с вами. Доставка по Новосибирску. Ну, понятно о чем? Ну, это может быть уже он, но проверять этот дискриптор очень просто. Ловите человека, ну, всех своих знакомых, и вы ему проговариваете только эту фразу. И смотрите, он вообще понял о чем? Лучше не знакомым. Может быть продажа. Продажа продуктов из деревни и доставку по Новосибирску. Так продажа, поэтому я хотела сначала интернет-магазин, чтобы людям понятно было, что иначе интернет-магазин не знал. Но вы это пишите на интернет-магазине. Они в любом случае уже видят, что это интернет-магазин. Если это интернет-магазин, то лучше вначале дискрипторы писать интернет-магазин, продуктов из деревни и доставки по Новосибирску. Но это не нагленно лучше? Нет. Возможно длинно. Вот смотрите, ловите, здесь очень много нюансов. Ну, вот сразу наступает. То есть, смотрите, дискриптор чертовски важен, не так просто, как кажется. И поэтому имеет смысл озадачиться тем, чтобы его вычислить максимально, то есть найти эту фразу. И когда вы представляете свой бизнес другому человеку, первое, что вы говорите, вы говорите что? Вы говорите где-то этой фразе. Зачем он еще нужен, если вы учите? Вы сказали одну фразу, человек пумф, убился, сразу понятно. Неeminан이라. Редактор субтитров А.Семкин Расскрова У постор NS zoа субтитров А.Егорова Привожа В. П remembering